Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире наша новая программа «Абсолютный разум». Именно этот, узомнивший о себе абсолютный разум, будет отвечать практически на любые вопросы вас. Наши уважаемые телезрители, и безусловно нести доброе семя в наше сознание, а также позволять найти надежду в тех проблемах, которые так или иначе возникают у каждого в быту, на работе, может быть даже в личной жизни. Знакомьтесь, «Абсолютный разум» Семен Фурман. Здравствуйте, Семен, еще раз. Здравствуйте, Алексей. Как вы чувствуете себя в «Абсолюте»? Очень ответственная передача первая. Сейчас такое ощущение, что ничего не знаю. Чистый лист. Чистый лист, совершенно поэтому готов к вопросам, прямо вот сейчас на ходу буду отвечать. То есть, не готовился ни к чему. Может быть, впоследствии появятся особо трудные вопросы. Придется готовиться, ходить в публичку. Куда? В публичка. Вы пробивали библиотеку. Я готов к ответам на любые вопросы. Может быть, даже те, кто недоволен ответами доктора Щеглова, могут задать эти вопросы мне, потому что я отвечу иначе. Может быть, это больше понравится зрителям. Вот, Алексей, ты сейчас вот начал передачу, что-то писал. И я сразу вспомнил историю, как когда-то Максим Горький беседовал с Бабелем. И он периодически отвлекался и что-то записывал. И что-то записывал. И в конце беседы Бабель спросил. Говорит, Алексей Максимович, а что вы записывали все время за мной? Он говорит, это не обращайте внимания, это я Клима Сангина кончаю. Ну что ж, я предлагаю прямо в бой. Вообще, абсолютный разум, есть какая-то созвучие с одноименной водкой. Вы не пьете вообще, наверное? Нет, нет, мне сейчас приходится, я думаю, что если передача это пойдет, мне придется делать все. Предположим, зрители спросят про водку, а я не знаю. Нет, мне придется сейчас пить, курить. Я думаю, что должен попробовать даже все наркотики, поскольку наркомания это вопрос, который волнует очень многих. Поэтому нет, водку я уже пробовал. Понятно. Хорошо. Сегодня трезв как стекло. Хотя, конечно, как ты сказал, сразу в бой, перед боем давали 100 грамм. Наркомовские. Наркомовские, да. Хорошо. Предлагаю первый вопрос. От нашего постоянного телезрителя, телезрителя, Яковлева В.А. У него есть на работе какие-то проблемы. И он спрашивает, может ли его в ближайший месяц его начальник Владимир Владимирович уволить или перевести на другую работу? Какой интересный сразу вопрос. Я готовился. Дело в том, что я не лечу по фотографии, не избавляю по отпечаткам пальцев от алкоголизма. Поэтому я думаю, что начальник В.А. Яковлева может уволить, наверное. Если хочет. Тем более, что законов никаких нет. Я знаю, что новый экзот до сих пор еще не принят, старый не действует. Поэтому я думаю, что готовьтесь к увольнению. Вот так, да? Да. Мне так кажется. От те основания не увольнять Яковлева. Нет. Но мало ли это, так сказать, очень ответственный сотрудник, который принес огромную пользу обществу. Правда, не до конца известен род деятельности нашего постоянного телезрителя. Но можно предположить, что, так сказать… Может быть, фамилия не нравится начальнику. Может быть. Опять же, любая фамилия, которая начинается на Я, она так или иначе возбуждает в начальнике чувство некой такой ревности. Как вы считаете? Вы знаете, вот первая буква фамилии, вообще, это не так просто, как вы думаете. Вот в свое время Наполеон стал императором, может быть, отчасти благодаря тому, что его фамилия начиналась на букву «Б». Вот так. Да, потому что, когда там был период вот этот революционный, когда, значит, кто должен был править, и было три, значит, претендента, и решили так, что по очереди. По очереди, ну, чтобы не все вместе, чтобы без шума и гамма, но решили, значит, в каком же порядке? В алфавитном. Вот так. Да, и поскольку его фамилия начиналась на букву «Б», то он как бы Напарт взял власть первым. А через год должен был вступить следующий. Но вот этого следующего года уже не было, поскольку за этот год Бонапарт сумел уничтожить зачатки демократии. Вот. И уже следующим претендентом было рассчитывать не на что. Поэтому человек с фамилией Яковлев, он всегда последний в списке. Вот, предположим, выплата денег Яковлев. Деньги кончились. Или, опять же, билеты на культ массовые мероприятия. И тоже, согласитесь со мной, ведь не одними платежными ведомостями мы живем. Тем более, я думаю, что наш телезритель достаточно редко пользуется, так сказать, определенными списками. Мы очень на Яковлеве застряли, потому что, может быть, есть люди с более звучными фамилиями, а мы их оставим без ответа. Конечно. Перейдем к Сидорову. Извините. Ничего, ничего. Я рад, что вам доставляет такое удовольствие вспомнить фамилию человека, с которым там. Наш постоянный телезритель Сидоров, ВС. 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 Спрашивает, насколько часто могу заниматься интимными усладами, такое слово «усладами» с женщиной, которую бросил три года назад, но затем вновь встретился, и раз в месяц у нас происходят с ней встречи сначала в баре, а затем у меня дома. Как долго это будет продолжаться, спрашивает Сидоров? Интересно. Я надеюсь, что такой пробный шар сегодня, а потом будут более серьезные вопросы, поскольку я к ним готов. Вот взялся загуш, как говорится, не говоришь, что не душ. А сейчас вопросы несколько странные. Насколько часто он может заниматься? Дело в том, что я не знаю. Сколько позволяют его финансы каждый раз встречаться с ней в баре? Насколько хватает денег на подарки? И вообще, какова его сексуальная потенция? Этого я не знаю, чего хочет от него женщина. Я тоже не знаю. Я на такие шуточные вопросы буду отвечать серьезно. Правильно. А на серьезный вопрос, может быть, отвечу шуткой. Поэтому Сидоров, как инициалы? Сидоров, инициалы... Их уже нет. Ну, в общем, стерлись. В общем, Сидоров без инициалов может встречаться, сколько он хочет и сколько сможет. Я так думаю. С этой женщиной или вообще... С этой женщиной, с другой женщиной. Это личное дело Сидорова. Хотелось бы... А если вдруг он захочет с мужчиной встретиться? Ради бога, пускай встречается с мужчиной. Сейчас отменена статья, которая называлась «За мужеложство». Поэтому, может, имеет право моральное и юридическое. Моральное и юридическое. Ну, к Сидору Яковлеву мы еще вернемся, друзья мои. Я же напомню вам, пейдж 059, абонент Лушников, присылайте свои вопросы. Через минутку мы вернемся в студию. Что ж, друзья мои, наш абсолютный разум, Семен Фурман, продолжает отвечать на ваши вопросы, которые присылайте или на наш пейджер 059, абонент Лушников, или на наш пейджер 064, абонент тоже Лушников, но уже вечером, утром, днем. Семен, вы хотели что-то добавить? Да, но я хотел сказать, что я, конечно, взвалил на себя непосильную задачу, потому что только сумасшедший может считать, что он знает все. Но я подумал, что должен быть у народа такой человек, который даст им ответы на все вопросы. Как жить, как пахать землю, как работать и так далее. Вдруг сейчас вспомнил еще одну фразу у меня пока сегодня ассоциации. Пока мало вопросов, поскольку новая передача. Я надеюсь, что зрители будут посылать вопросы. Читал я в одной книжке, такая маленькая книжечка была. Там была такая фраза об академике Сахарове. «Сидя у себя на кухне, между холодильником и мойкой, академик решил учить нас, как нам жить». Так что я себе сейчас напоминаю персонажа из этой книжки. Сидя в студии между Лушниковым и стеной, я решил учить зрителей, как жить. Неужели я для вас такой холодный, Семен? Нет, вы отставляете скорее мойку здесь. Мойку, хорошо. Черт холодильник. Хорошо. Вот очень серьезный вопрос от нашего постоянного телезрителя. Ну что, сначала давайте я прочту вопрос. Да. Наш постоянный телезритель спрашивает, где умирают птицы? Подписал этот вопрос Щеглов ЛМ. Уважаемый Лев Моисеевич, ну вам ли не знать, где умирают птицы? Я думаю, птицы умирают там, где их застанет смерть. Говорят, что редкая птица долетит до середины Днепра. Вот может быть на середине Днепра и умирают птицы от радиации? Или там, где их застанет пуля охотника? Вообще есть животные, которые умирают в определенных местах. Насколько я знаю, куда-то вот уходят специально и умирают. Что-то подобное я слышал про слонов и так далее. Вот, по поводу птиц. По поводу птиц. Ну, во всяком случае, не в гнездах, наверное. Не в гнездах. Может быть, умирают прямо на лету? Может быть, на лету. Вот, бывает же такой мороз, что сопля мерзнет на лету. Вот, и птица может на лету, наверное, замерзнуть. Или остановится сердце. Инфаркт. Там и падает. Тяжела жизнь птичьей. Тяжела жизнь птицы, да. Вот Лев Моисеевич, если это все-таки Щеглов, то, вот он говорит тоже, ведь он, ведь тоже в какой-то мере называется абсолютным разумом в области секса. А я со многим не согласен. Со многим очень не согласен. Не только у Щеглова. В любой профессии люди ошибаются, считая себя профессионалами. Вы имеете в виду ту оральную часть, про которую он много говорил, или когда он на 8 марта разрешил кунилингус? Разрешил все-таки Щеглов? Я так боялся, что не разрешат. Разрешил. Разрешил, да? Я сказал, 8 марта всем разрешаю кунилингус. Я признаюсь, я пару раз это делал без разрешения. Но сейчас думаю, можно в этом признаться. Главное, что вы покаялись, и теперь можете жить новой светлой жизнью в полном кунилингусном объеме. Да, да, да. Семен, вот еще один достаточно серьезный вопрос. Вот серьезного хочется. Да. От нашей постоянной телезрительницы. Она не называет свою фамилию, к сожалению. Говорит просто постоянная телезрительница. И рассказывает трогательную историю о том, как много лет уже борется с коммунальными службами, пытаясь вызвать водопроводчика, который стяжает с нее деньги, требует рублик. Она не может себе этого позволить. Когда она купила ему бутылку водки, заплатила тем самым ему. Но он все настаивает на замене фановых труб и при этом требует от нее какой-то оплаты. И она обращается к вам с просьбой о помощи, как можно урезонить этого зажравшегося, можно даже сказать, в прямом берностном смысле водопроводчика. Водопроводчика. Ну вот наконец-то серьезный вопрос. Ну наконец-то серьезный вопрос. Дело в том, что с коммунальными службами не существует видов борьбы на самом деле. Это вот единственная область, где я ничего не могу сделать. Существует один способ. Только один. Я вам все выдаю уже как конечный результат, поэтому можете не проверять. Но этот способ настолько труден при всей своей простоте, что им никто не может воспользоваться. Он и простой, и трудный в одно и то же время. Начнись один способ. Жильцы всей лестницы, желательно жильцы всего дома, но я думаю, что это уже слишком трудно, перестают платить за коммунальные услуги. Пишут заказное письмо в эти жилищные органы с уведомлением о том, что они уведомляют, что в связи с невыполнением договора о техническом обслуживании дома и квартир, заключенного между жильцами и коммунальными службами, они прекращают платить квартплату. Нужно сделать так, чтобы коммунальные службы были вынуждены подать на жильцов в суд. Не жильцы на коммунальные службы, а коммунальные службы на жильцов. Если вы это сделаете... Это женщина? Да. Да, если вы это сделаете одна, это не поможет, вас удавят в прямом и в переносном смысле. Это должно быть как можно большее количество жильцов. После этого жилищные службы или будут вынуждены подать на вас в суд, что будет так же безрезультатно, как если подадите вы, или вынуждены будут лично вас, выяснив, кто инициатор этого письма, обеспечить этими коммунальными услугами. Все другие способы безнадежны. Или наймите частного водопроводчика, договоритесь с ним, заплатите ему деньги после того, как он сделает работу. Если заплатите ДО, то тоже ничего не будет сделано. Вы знаете, я вам намеренно, великий, абсолютный разум, мне все письмо рассказал. На самом деле, это достаточно молодая девушка, симпатичная. И она чувствует, что этот водопроводчик домогается от нее физической близости. Тем самым провоцируя на оплату замены фановых труб. Вот и превратили серьезный вопрос в комедию. Я так серьезно отвечал на вопрос. Выглядел не абсолютным разумом, а полным идиотом. Если домогается, пускай она сама решает, чем с ним расплачиваться. Потому что оплата натурой, если нет денег, тем более, это тоже очень хороший способ. Особенно, если текут фановые трубы. Вы знаете, когда-то в юриспруденции периодически возникали споры, что является взяткой. Так вот, взяткой ведь является не только конверт с деньгами, не только ценный подарок, но и банкет, но и сексуальные услуги. Поэтому, вполне нормальный вид оплаты. Это не взятка. Если она хочет жить так, ради бога. А если возникнет еще любовь, да если он еще станет ее мужем, ну что может быть удачнее, чем муж водопроводчиков? Не взятка, а скорее датка. Датка. Ну что ж, перейдем к следующему вопросу. Тоже достаточно серьезному могу сказать вам сразу. Вопрос задает человек с прозвищем Неизвестный. Неизвестный. Может это кличка? Может быть. Может быть это ник, может быть еще что-то. Ну вот так он подписался. А может быть это фамилия Эрнст Неизвестный? Может быть. Запрашивает нас, как жить. Да. Эрнст Неизвестный. Как писал Зощенко. Меня часто запрашивают, как жить. Ну что ж, давайте ответите на этот вопрос. Эрнст будет или уже... Ну условно назовем его Эрнст. Да. Эрнст. Он спрашивает, сколько лет октябрю? Ну вы знаете, вот с чем у меня плохо, так это с арифметикой. Что имеется в виду под словом октябрь? Его, так сказать, древнеисторическое название месяца или октябрю, который произошел в семнадцатом году? Если бы он знал ответ на этот вопрос, он бы вас не спрашивал. Ну октябрю, который произошел в семнадцатом году, нужно от две тысячи одного отнять тысяча девятьсот семнадцать. Столбиком желательно это сделать, если нет калькулятора. Я вот периодически люблю столбиком считать. Столбиком? Столбиком. И чтобы вспомнить, умею я это делать или нет еще. Ну и как у вас это? Ну нет, пока помню. Делю хуже, но отнимать, умножать. А вот корень, чтобы взять? Взять корень? Да. Как говорится, взять быка за рога. Ну, скажем так. Да, как-то я не тот же я сделал, сказал взять быка за рога. Нет, корень с корнем сложнее. Корень я даже на калькуляторе не умею вычислять. А по поводу исторического названия месяца, октябрь, это нужно заглянуть в энциклопедический словарь. В энциклопедический словарь, да. Друзья мои, все вопросы абсолютному разуму, Семену Формену, пожалуйста, задавайте на наш пейджер 059 абонент Лушников. Именно он предназначен для абсолютного разума и возможности с ним общения. Раз в неделю мы будем копилировать наиболее интересные и наиболее достойные великого разума вопросы. И задавать ему наиболее сложные. И каждый вторник задавать ему их. Задавать ему их. Вроде ничего получилось. Задавать ему их, и он будет отвечать на них. На них. Или на их. На их. На них и на них. Да, да. Через секунду мы вернемся снова в студию. Продолжаем, друзья. Мои следующие вопросы абсолютному разуму. Скажите, глубокоуважаемый Семен, давно пытаюсь найти себе человека, который бы мог меня удочерить. А, удочерить. Где мне найти такого человека? Татьяна с проспекта Стачек. Сколько лет Татьяне? Не сказано. Не сказано, да? Это имеет какое-то значение? Нет, ну, может Татьяне 40 лет, и навряд ли она найдет кого-то, кто хочет ее удочерить. Вот американцы, говорят, сейчас очень любят удочерять, усыновлять наших граждан на экспорт, да. На экспорт. Ну что, Татьяна? Татьяна со Стачек. Со Стачек. Со Стачек. А может быть найдется кто-нибудь, кто хочет увнучить. Увнучить, это к вам. Увнучить. Ну да, это тогда ко мне. Это тогда ко мне. Хорошо. Еще вот один вопрос, тоже очень интересный, любопытный. Его задает наш постоянный тоже телезритель, называя себя по имени Стас. Стас. У меня сразу ассоциации. Вот говоришь Стас, сразу Намин. Вот скажешь слово, скажем, доктор, сразу Щеглов. Скажешь телепередача, сразу синие страницы. Есть какие-то такие слова-спутники. То есть, Стас, предполагаемо, Намин, спрашивает у вас, задает следующий вопрос. Уважаемый Симеон, много лет пытаюсь найти ответ о существовании или несуществовании инопланетных цивилизаций. На ваш взгляд, есть ли жизнь за пределами планеты Земля? Стас. Стас. Сложный вопрос. Кто говорил, что будет? Вопрос сложный. Вопрос сложный. Так и хочется сказать, не знаю. Но я думаю, что есть, поскольку Вселенная бесконечна. Так принято думать. Потому что я ведь когда-то очень долго думал по этому вопросу. Мне не давало покоя вот эти вот мысли о Вселенной. Я думал, а как это бесконечно? А в то же время, а как это конечно? Вот. И даже бесконечно может быть более понятно, чем конечно. Там очень сложные вопросы. Считается, некоторые считают, что материя конечна. Ну, начните читать сначала теорию относительности для миллионов Гарднера. Потом перейдите к Эйнштейну уже непосредственно. Я думаю, что есть, наверное, жизнь. Но в каком она виде, неизвестно. А то, что она в каком-то виде существует, по-моему, уже доказано. Но поскольку Вселенная бесконечна, то и жизнь бесконечна. Там очень много интересного, кстати, во Вселенной. Оказывается, мы видим планеты, которых уже нету, скажем, миллион лет. А мы их видим в телескоп. Знаете об этом? Да, свет летит долго. Да, всего 300 тысяч километров в секунду. Планеты уже нет, а мы только сейчас ее увидим. А с другой стороны, в этом есть определенные положительные стороны. Ведь обратите внимание, какое новое технологическое средство позволяет нам с помощью телевидения видеть свет абсолютного разума и принимать его практически в каждом доме. Дабы их жизнь, наших телезрителей, безусловно, становилась еще более ярче, еще более глобально, абсолютно и непогрешимо. А я излучаю сейчас какой-то свет. Ой, просто нимпа у вас. Вот вопрос от Матильды. Матильда спрашивает. Будучи лесбиянкой, я люблю мужчину. Возможно ли такое? Слово Матильда у меня тоже вызывает ассоциации. Матильда Кшесинская, во-первых. Это легендарная балерина, которая, по слухам, целые ночи напролет пила, курила, играла в карты, а днем еще танцевала. Была любовницей царей, братьев, царей и так далее. Вот умерла в возрасте, по-моему, то ли 103 лет, то ли 99, но это надо уточнить. И крыса у нас жила дома. Ее мы звали Матильда. Да что вы. Да. Она была как бы самостоятельная или ручная? Ручная, но мы давали ей самостоятельность полную. Может быть по-другому. Вы ее купили? Купил, купил. Животных можно только покупать. Их дарить нельзя. Нет, я думаю, может она природно прогрызла ход к вам. Ну что вы. Если бы она была природной, она бы никогда не стала ручной. А я думал, что никогда бы не стала Матильдой. Нет, Матильдой может она бы и стала, но ручной бы не было. Не стала. Про крысу-то могу целую передачу этому посвятить. Это замечательные животные. А что спрашивает Матильда Кшесинская? Матильда не Кшесинская, а просто спрашивает. Будучи лесбиянкой, я люблю мужчин. Возможно ли такое? Возможно ли такое? Ну я думаю так, что если Матильда, будучи лесбиянкой, любит мужчин, значит такое возможно. Потому что если бы этого не было, может быть я бы сказал, что это невозможно. Ну почему? Наверное есть и гомосексуалисты, которые любят женщин. Любить-то можно по-разному. Ведь любовью ведь очень много классификаций. Вот я могу любить передачу «Синей страницы», «Любовь в кроде». При этом не любить Лушникова. При этом не любить Лушникова. Скажем, любить секс, но при этом не любить Щеглового. Хоть он ассоциируется. Это невозможно. Или любить Щеглова, но не любить секс. Поэтому возможно, и любовь может быть разная. Она же не уточняет, какая любовь. Не уточняет. А если она любит мужчину как женщину, сексуально, значит, может быть она скорее бисексуалка. Бисексуалка. Да. Запомните, Матильда, этот термин. А вот в объявлениях часто пишут, девушка би ищет супружескую пару для интимных встреч на их территории без материальных проблем. В, У, С, Д, А, У и так далее. Все эти обозначения. Как вы информированы, Семен, в такого рода объявлениях. Понимаете, в чем дело? Взялся за такое дело. Мне сейчас надо все знать. Мне надо очень много читать. Начали с интимных объявлений? Ну, это я думаю, что Матильда, будучи лесбиянкой, это знает. Хорошо. Вот еще одно сообщение такое тоже, очень неоднозначное. Пенсионер Иванов написал это сообщение. Ну, Асин подписался. Не Козлев? Пенсионер Иванов. Иванов. Ага. Как могло так произойти, что неудавшийся губернатор Ноздратенко возглавляет теперь рыбное хозяйство? Самое валютное и дорогое у нашего государства. Пенсионер Иванов. Как такое могло произойти? Да. Так и хочется ответить по банальности. Типа, легко. Не забывайте, что вы абсолютный разум. Да, да, да. Ну, тут приходится. Но дело в том, что я человек все-таки. Я человек. Человек это звучит гордо. Да, абсолютный разум. Был такой фантастический роман, рассказ у Шекли. Назывался он «Абсолютный разум». В космосе нашли мозг, который знал ответы на все вопросы. Но он не имел ни воли, ни рук, ни ног, ни тела, никаких чувств. Он просто вобрал в себя всю информацию цивилизации. Его привезли на землю, он стал отвечать на все вопросы. Его стали сдавать в аренду. И в конце концов, поскольку он не мог не ответить ни на какой вопрос, пришел человек, который спросил у него, как тебя можно украсть. Он ответил на этот вопрос, его украли, ну и так далее. В общем, его там перетаскивали с места на место, пока не уничтожили. А я пока еще человек, как вот смею надеяться. Вот поэтому есть какие-то эмоции, есть какие-то пристрастия. Кого-то люблю, кого-то не люблю. Поэтому трудно будет отделаться. Может быть, со временем Клима Самгина. Все-таки, да? Да, да, да. Кончаешь. Поэтому вот Ноздратенко сейчас. Знаете, по этому поводу тоже есть один знающий человек. Ну, это один из новых анекдотов. Рассказывает, что, знаете, вот как сейчас происходит, показывают встречи в Кремле. Приходит человек какой-то, Михалков, еще какой-то человек. Приходит в Кремль, приходит в Кремль. Путин его встречает. Они садятся за стол, один против другого так сидят. Тот сидит, значит, говорит, я Владимир Владимирович имею вопросы такие. А Владимир Владимирович сидит и пишет, 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 пишет. Тот говорит, пишет, пишет. Так вот, некоторые говорят, что все, что он пишет, он передает в центр. Вернемся к Ноздратенко. Да, да, да. А когда ты сказал пенсионер Иванов, я тут же вспомнил анекдот. Пенсионер Козлов приходит домой и рассказывает жене, он говорит, я шел сейчас посередине улицы. Вот говорят новые русские, что они все хамы. Нет, он говорит, подходит, подъезжает ко мне и вежливо так, мне говорит, по фамилии. Говорит, для вас Козлов подземные переходы строят, а вы ходите посреди улицы. Вот, это ассоциация с пенсионером Ивановым. Неожиданно. Да. Я думал, что Ноздратенко. Да, как Ноздратенко стал этим самым рыбным хозяйством, я не знаю, я не присутствовал при этом. Нет, подождите, вы абсолютный разум или сколько? Я абсолютный разум, но я же мог где-то не быть в каких-то местах. Как он становился этим самым начальником рыбного хозяйства, я, это за что мне? Ну, если абсолютный разум что-то не знает, надо его состимулировать. И что, я от этого узнаю, как он стал начальником рыбного хозяйства? Может быть, вспомните? Конечно, но не присутствовал я при этом. Я даю ответы, вы поймите, на глобальные вопросы бытия. Как жить, как бороться с коммунальными службами и так далее. А как кто где-то там упал и почему он сломал ногу, к примеру, если я этого не видел? Об корягу споткнулся или об камень? Нет, у нас серьезная передача, Алексей. И мне не надо вот этого. Мне не надо, если, как считается, что лечить нельзя за деньги, так и я отвечаю совершенно бесплатно. Ну что же, абсолютный разум, первый тест прошел, перейдем ко второму. Итак, вопрос от нашей телезрительницы, надеюсь, постоянный. Планирую свадьбу на конец марта. На конец, ага. Будет ли в конце марта наводнение или паводок? А если паводок, она не пишет, что нельзя свадьбу? Дело не в этом. Дело вы знаете, что один дворец бракосочетания у нас, так сказать, сейчас там другая свадьба. Остался дворец бракосочетания на набережной Красного флота, бывшей, ныне английской набережной, номер один. Там, где Пугачева с Киркоровым, жизнь, можно сказать, связали. И на Фурштадской, да? На Фурштадской? Да, есть там. Там дворец Малютка, по-моему. Малютка и бракосочетание. Да. Там же, по-моему, да? Есть, да. Все? Если паводок, если не вовы, выйдет из берегов, то как? Какая свадьба может быть отменена тогда? Так, ну, значит, я, как абсолютно разумно, я буквально могу только отвечать на вопросы. Значит, для свадьбы это не имеет значения. Вот у меня, например, была свадьба, у нас было четверо гостей, включая мою маму. У вас была уже свадьба? Была свадьба, у меня уже была свадьба, да. Вот, и свадьба-то была дома, в маленькой однокомнатной квартире на улице Буренина, на Пискаревке. И никакой паводок не мог помешать. А вообще, знаете что? Вот смотрите гороскопы. Надо найти для себя свой гороскоп и смотреть счастливые дни, несчастливые дни. Вот, и должны быть какие-то ориентиры в жизни. Я же не всегда рядом. Я же не всегда могу дать ответ и протянуть руку помощи. Поэтому смотрите по гороскопам и планируйте свадьбу на счастливый по гороскопу день. И думаю, что все будет в порядке. Только обратите внимание, очень пышная свадьба. Как правило, развод очень быстро после нее происходит. А, вот так, до зависимости. Да, да, да. Чем больше в грохаешь денег свадьбу, тем быстрее разведетесь. Свадьба должна быть поскромнее. Оставьте деньги для будущей жизни. Потрясающе. Какие у вас народные наблюдения? Да, по приметам животных определяю погоду. Все-таки можете? Ну, да. То есть, уровень того, как низко она летит? Да, вот если кот спит, закрывший лапой нос, это похолодание. И все? Нет, их много. Много. Тогда к следующему вопросу. Такой неожиданный вопрос. Света из Ледового спрашивает. Подпись света из Ледового спрашивает. Сколько стоит прием у вас? Ха-ха-ха. Прием у меня. Ну, дело в том, что я пока еще не принимаю. Пока не принимаю. Сколько будет стоить у меня прием? Мы это определим вот с Алексеем через какое-то время. Насколько, скольким людям я сумею помочь? В зависимости от этого мы вот и... Но хочу брать не меньше, чем профессор. Да, ну что ли? Хочется. Хочется выйти на профессорский уровень. Поскольку он дает ответы только на сексуальные вопросы. А я могу тут же дать еще ответ, как жить вообще. Если секса уже в жизни нет. Слушай, очень интересно. То есть, хотите сравняться с профессором по гонорару? Хотелось бы. Хотелось бы. Хотелось бы, да. 0,59 абонент слушников для всех наших телевизоров. Пока бесплатно. Пока бесплатно. Пока бесплатно. Но зато только каждый вторник. Да, и ночью. И ночью. Ночью, да. Что ж, вернемся через минутку. Много вопросов, друзья мои. Безусловно, не могу... Сыпятся, сыпятся. Сыпятся. Только, можно сказать, успевают приносить выписки. Это не имеет к вам никакого отношения, уважаемый Абсолютный Разум. Это только имеет отношение к вопросам. Спрашивает совершенно девушка, юная. Пишет. Мне 13 лет. 13 лет уже пишет. Да, сейчас все. Да, бывает раньше. Мне 13 лет. Ночами провожу в интернете, в чате. Много новых знакомых. В знакомых переписываюсь по e-mail. А также имею свою домашнюю страничку и гостевую книгу, где мне признаются в любви. Скажите, полезен интернет или вреден? Есть вопросы, на которые хочется серьезно ответить. Вот чем глупее вопрос, тем более серьезно хочется отвечать. Потому что те, кто думают, что шутят, на самом деле затрагивают какие-то очень серьезные вещи. А те, кто думают, что говорят что-то серьезно, так и хочется пошутить, поскольку яйца выеденного не стоит. Полезен интернет или вреден? Цивилизация вредна вообще. Она просто неизбежна. Вот в чем дело. А вообще она вредна, потому что, в общем-то, что приобрело человечество с первобытных... Что нужно человеку? Еда, секс. Там можно что-то перечислить? Цивилизация, в общем, это... Существует ведь заложенная в человеке тяга к самоуничтожению, тяга к самоубийству. И развитие цивилизации это, в общем, поход человека все-таки к самоуничтожению. Цивилизация, она все-таки должна и уничтожить потом человека. Поэтому в этом смысле, конечно, вреден интернет как продукт цивилизации. Но он неизбежен. И для того, чтобы жить в современной жизни, нужен компьютер, нужен интернет. Без него никуда не денешься, иначе ты не сумеешь жить как... Даже в 13 лет? Как все. Ну, чем раньше, тем лучше начинать. Вот так считаете? Да, или надо уходить. То есть, профессор с вами здесь не согласен? Что это, вредно для здоровья? Ну, конечно, в раннем возрасте, чтобы в 13 лет начинать. Ну, это другой аспект. Это другой аспект. Вот вредность компьютера, вообще вредность каких-то умственных таких серьезных упражнений. Это другой аспект. Но я думаю, что 13 лет это по современным меркам вполне достаточный возраст, чтобы приобщаться к цивилизации. Или надо уходить в лес, как Лыковы когда-то. Помните эту историю? В тайге они даже не знали, что была война. И революция даже не знали. Да, не знали. Жили прекрасно там. Ну, насчет прекрасной не знали. У нас очень таежный тупик был. Да. Да, да, да. Следующий вопрос. Наш телезритель Миранович спрашивает, распустят Госдуму или нет? Поскольку это первая передача, и пока, в общем, на что мы выйдем, мне самому не очень ясно, я все-таки еще раз хочу сказать, что я не претендую на роль провидции, не лечу по фотографиям. И будут вещи, которых я не знаю, распустят Думу или нет, это вопрос будущего. Даже если вы меня спросили, вылечится ли раковый больной, я этого тоже не знаю, потому что были случаи, что они каким-то образом излечивались. Так распустят Думу или нет, я не знаю, может ее распустят, а может ее не распустят. А может она уже давно сама распустилась. А может она распустилась, а мы сейчас с вами об этом… Мы пожинаем плоды. Еще не знаем, да. Тем более, что я не очень вообще знаю, для чего Дума, если честно. Ну, как, как, вед власти, орган законодательный, нижняя палата законодательного органа. Нижняя палата. Я буду многому учиться, думаю, на вопросах телезрителей, потому что если я на что-то не смогу ответить, я обязательно потом это выясню. В конце концов, есть. Хотелось бы, да, хотелось бы ответы, вот те, на которые зрители не могут найти ответы нигде. Ну, да, конечно. Вот я могу такой вопрос прочитать. Да? Дагмара Васильевна обращается от всех жителей Васильевского района. Дагмара? Дагмара. Дагмара. Дагмара Васильевна обращается от всех жителей Васильевского района и спрашивает, когда наконец будет отремонтирован средний проспект Васильевского острова. Стыдно и позорно, пишет она, за наш город, за весь Васильевский район, а также за то, что мы называем себя культурной столицей. Хотя по этому проспекту невозможно проехать и трех метров. И так она звалась Дагмара. Ни красоты сестры своей никогда не будет отремонтирована. Ну, мне так кажется. Никогда. Имею я право на свое мнение. Абсолютный разум имеет на все право даже на свое мнение. А если вдруг будет отремонтирован, ну что ж, это будет приятным сюрпризом. И я скажу, ну ошибся. Ну, бывает. Но я думаю, что лучше считать, что никогда. Ну, есть вещи, которые нужно. Вы понимаете, здоровый пессимизм, он же гораздо лучше дурацкого оптимизма. Главное быть подготовленным. Конечно, нужно быть готовым. Вот вы знаете, что никогда. И вдруг раз, и все. А так можно ничего и не ждать. Тем более, что я думаю, что я очень недалек от истины. Главное, что сразу же есть ответ на следующий вопрос. Там тоже никогда будет, да? У меня такое впечатление. Пишет Шефнер. Не знаю, тот или не тот. Вадим Шефнер? Ну, не знаю, тот или не тот. Просто написано Шефнер. Вадим Шефнер. Просто я не знаю. Ну, не важно. Ну, я так буду. А вы такого писателя знаете, да? Вадима Шефнера? Знаю. Хорошо. Итак, Шефнер спрашивает. Когда у нас будет хорошо? А, ну, это действительно к предыдущему вопросу. Здесь уж точно никогда. Не, никогда. 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 Ну, дело в том, что этот вопрос, в общем-то, не такой шуточный. Дело в том, что человеку ведь никогда не может быть хорошо. Казалось бы, хорошо, а что же называть хорошим? Тут надо искать ответ, если очень волнует ответ на этот вопрос. Тут надо в религии в разные. Потому что есть же религии, когда хорошо, независимо от того, что вокруг. Медитируешь – и хорошо. То есть, всё-таки… С природой общаешься – хорошо. Это вещь относительная очень. Что называть? Хорошо. Я не знаю, что для него хорошо. Хорошо. Нет, ну, наверное, хорошо то же самое, что и для вас хорошо. Нет, нет, нет. Для вас абсолютно разум. Когда может быть хорошо? Не может быть. Не может быть. Не может быть. Ну, как это? Что значит хорошо? Значит, что ничего не надо? Ну, да. А если ничего не надо, это труп. А если всё есть? Так не может быть. Всё это что? Любовь, счастье, пища, дороги на Среднем проспекте, любимые передачи. В конце концов, вы абсолютный разум. Просто самое большое счастье – это дорога на Среднем проспекте. Алексей. А самое большое счастье – это вы абсолютно разумеете. Я думаю, дорога на Большом проспекте гораздо большее счастье, чем дорога на Среднем проспекте. А дорога на Малом проспекте – это ещё меньшее счастье. Чем больше, я думаю, проспект, тем больше счастья. Вот так вот. Да. А вообще, что такое счастье? Вот ты знаешь, Алексей? Счастье – это некая секунда, которая позволяет через другую секунду вспоминать о прошедшей как о минуте полного удовлетворения. Естественно, полного. Не имеется в виду только то, что вы подумали, а полного. Я сейчас через несколько минут буквально буду вынужден закончить программу и буду вспоминать об этой секунде как о счастье. Потому что вы были рядом, абсолютный разум. Интересно. Я попробую ответить серьезно. Тем более, что мы заканчиваем. Еще у нас один вопрос есть. Что такое счастье? А зрители подумают на досуге, но отвечу заранее, хочу предупредить, очень серьезно. Можно? Да, конечно. Очень серьезно. Счастье – это когда ты всем… Был фильм «Доживем до понедельника», по-моему, в сочинении мальчик написал «Счастье – это когда тебя понимают». Красиво звучит. Счастье – это когда ты всем нужен, когда в тебе все нуждаются. И чем большее количество людей в тебе нуждается, тем как бы больше счастья. Поэтому абсолютного счастья быть не может, поскольку в тебе не могут нуждаться все люди. Для этого нужно быть Богом. Да и то, если у людей на земном шаре одна вера. И все в тебя верят. А это понятие, когда ты всем нужен, оно включает в себя все понятия – и любовь, и богатство, и все остальное. Не сами по себе деньги. Деньги – они, конечно, шаг к счастью, потому что на них можно приобрести что-то, благодаря чему ты будешь кому-то нужен. Например, тебя полюбят. И так далее. Надеетесь, что меня полюбят? Нет, меня. Ну, говорите, тебя полюбят. Ага, тебя полюбят, я сказал. Не, Алексей, не надеюсь. Одной красоты мало. Да, я с вами согласен абсолютно. Тогда последний вопрос. Спрашивает наш телезритель, который также не назвался. Но вопрос сам говорит о себе, в течение случая определяет его пол. Так. Куда подевался мальчик, которым я был когда-то? Куда подевался мальчик? А был ли мальчик? Вот так и хочется ответить вопросом на вопрос. Да, в конце концов, может быть, это была неуклюжая девочка. Да. Я думаю, что… Как его фамилия-то? Не подписался. Не подписался. Этот мальчик еще существует. И этим мальчиком является, задавший этот вопрос. Не надо в зеркало смотреться. А надо чувствовать себя молодым. Надо чувствовать себя молодым, чувствовать себя мальчиком. Это единственное, что может спасти людей, которых мучают подобные вопросы. А стоит задаться вопросом, куда подевался мальчик, и станет очень тяжело жить. Не надо смотреться в зеркало с определенного момента. Вот такой, друзья мои, совет абсолютного разума Семена Фурмана. Это наша новая программа. Мы будем встречаться каждый вторник в это же время и отвечать в лице абсолютного разума Семена Фурмана на все вопросы, которые вы будете задавать. Естественно, не все по их количеству, поскольку их там более… Ну, только при наших анонсах этой программы пришло более… Не, ну, мы будем выбирать самые трудные, самые… Самые, да. Самые интересные. Я буду стараться, готовиться. А потом, может быть, когда зрители поймут, что я знаю ответы на все вопросы, меня выберут президентом. И вот тут-то я и обустрою Россию. Мудро, друзья мои. Так что все в ваших руках. Перед вами кандидат в президенты, абсолютный разум Семен Фурман. Образца 2016 года. А в 2016 году мне светит. Да. Два срока когда. Два срока когда. Ну, как вы любите, на меньшее же вы не идете. А я раньше и не претендую. Нужно же накопить, багаж же нужен. Да и вообще надо пока дать возможность молодым проявить себя. Конечно. Правда? Конечно. Я вдруг вспомнил стихи Пушкина. Правитель слабый и лукавый, Пляшивый щеголь, Враг труда, Нечаянно пригретый славой, Над нами царствовал тогда. Это я о себе. Прекрасно. Прекрасно. Да, да, да. Прекрасно. Прекрасные стихи, Прекрасный автор, Прекрасный... Пусть сказать, кто автор? Или пускай зрители сами догадаются. Давайте спросим у них. А на следующей программе Кто написал эти стихи? Кто написал эти стихи? 059 абонент Лушников. Присылайте вопросы Абсолютному разуму. Ну, а на сегодня Все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова